Детскому крику здесь только радуются. После четырехлетнего затишья в роддом центральной районной больницы в Гулькевичи в прямом смысле вернулась жизнь. Акушерское отделение было закрыто на капитальный ремонт. Будущих мам отправляли в соседние районы. Теперь все рядом с домом. Спустя год после посещения больницы губернатором появились современные оборудования и новые сотрудники. Слабый пол такое событие отметил, как и полагается. За полгода 385 родов. Глаза боятся, руки делают. Да, те вопросы, которые, может быть, можно было сделать еще вчера и нужно было сделать вчера, но сделать их сегодня тоже не поздно, никогда не поздно. Вы правильно сказали, это место, где рождается счастье. И вот наша задача сделать так, чтобы эти места все-таки были и счастье в них будет. А вот и первенец местного роддома, полугодовалый Вениамин Иванович, полный тезка губернатора. Малыш появился на свет сразу после открытия акушерского отделения. Такое имя, уверены родители, принесет удачу. Проведать своего тезку приехал губернатор. В семье Гузнародовых это второй ребенок. Родился недоношенным, но быстро догнал своих сверстников. И это чувствуется, пошутил Вениамин Кондратьев. Вот такие мы первые. Когда Вениамин Гузнародов подрастет, будет гулять в центральном сквере в Гулькевичи. Отстоять его удалось местным жителям. Здесь хотели построить торговый комплекс. Год назад люди обратились за помощью к губернатору. Сегодня глава региона проверяет, на месте ли зеленая зона. Мы изготовили проект на реконструкцию этого сквера, для того, чтобы он стал действительно достойным, как вот та часть, вот мы начинаем как бы поэтапно идти. К сожалению, сегодня мы вынуждены были пока эти работы приостановить. Главное, что сегодня этот сквер стоит на кадастровом учете, и мы имеем сегодня у вас еще одну особо охраняемую природную территорию. Так точно. Это значит, что сегодня мы идем полностью на те просьбы, откликаемся, о которых говорят жители. Если они просят, чтобы здесь был сквер, если они хотят погулять и подожать воздухом, это место нужно жителям дать. Заехал губернатор и в сельхозкооператив. Это одно из крупнейших производств семян кукурузы. Его работники переживают за судьбу совхоза Кубань. Он пришел в упадок, а активы находятся в федеральной собственности. Вениамин Кондратьев предложил выйти с инициативой передать производственный комплекс в краевое ведение. В разговоре с губернатором работники пожаловались еще на отсутствие скорой помощи в поселке. Боль жителей поселения в том, что скорая помощь, которая у нас некогда была, и она была приписана к участковой больнице, понятно, уже она сейчас существовать так не может. Вопрос обоснованный, я считаю, что и он не то, что обоснованный, его необходимо решить, и мы его решим. Сельское хозяйство и строительная отрасль – два кита, на которых стоит экономика Гулькевичского района. И оба направления, к сожалению, проседают. Такова аналитика, говорит губернатор на встрече с местными жителями. Если строек из-за кризиса действительно стало меньше, то аграрный бизнес на фоне импортозамещения напротив должен показывать рост. Та же кукуруза. Всего 45% ее семян на Кубани закупаются у местных заводов, остальное из-за границы. Это тормозит развитие предприятий. У вас есть возможность расширяться, если сегодня мы включимся к расширению? Не, ответственность перед членами кооператива, я должен все реализовать. Сегодня я не готов. Ну, в этом-то и вот ответ. Если мы сегодня можем сами делать отечественные семена, то почему мы, опять-таки, даем возможность зарабатывать иностранным селекционерам? Давайте расширять сегодняшнее предприятие, даже в том числе и здесь, которое находится. Это плюс рабочие места в Булькевичах и плюс налоги, которые они будут платить, у нас в бюджет. А импортные семена, которые приезжают, у нас ни рабочих мест, ни налогов нет. Из зала много вопросов от фермеров. Проблем у них хватает от аренды земли до дорогих кредитов. Молодой крестьянин Сергей Рудых из Ейского района признается, приехал не кричать о сложностях, а предложить пути их решения. Мы хотим просить создать совет молодых фермеров именно для инновационных, молодых предложений, где-то дерзких, где-то новых. Мы не хотим отсиживаться в окопах. Я лично за своих работников, и более 50 человек, поручусь и буду бить космиляжу. Но вот так вот кричать – это не фермер. Давайте это слово не порочить. Называть фермера тех людей, которые криком хотят брать. Давайте делами доказывать свои дела. Ну, вот здесь я абсолютно за, и кто хочет работать, он работает. А кто хочет кричать, поверьте, он работать не хочет. Он хочет кричать. Вот это и разница между фермерами и теми, которые пытаются сорвать жизненный дивиденд любой ценой. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я вас поддерживаю, и молодцы, что вы там в зале, и молодцы, что доехали. Предложений у местных жителей накопилось немало. Это хорошо, что инициатива идет снизу, замечает Вениамин Кондратьев. Но плохо, что, по сути, бытовые вопросы не решаются на уровне районных властей. Системной работы незаметно, как и год назад, обращает внимание Виктора Катькала, губернатор. Все решается в ручном режиме, а при таком подходе руки могут быстро уставать. Мы должны учиться делать и решать вопросы больше самостоятельно, не надеясь на какие-то дополнительные источники. По программам вы не должны в них принимать участие, вы обязаны. Потому что программа, в первую очередь, для жизни. А то, что и собственная экономика должна быть, безусловно, надо делать. И искать, и зарабатывать надо. Любым способом. И проблемы, которые накопились, да, накопились. Я всегда говорю, если мы их даже сегодня не будем делать, те даже вчерашние, то завтра они будут еще вдвойне, в тройне дороже. Гулькеевский район в рейтинге социально-экономического развития занимает 22 место из 44. С прошлым годом показатель улучшился всего лишь на две позиции. Даже такой рост понемногу, но должен отражаться на реальной жизни людей в лучшую сторону. Главе района губернатор посоветовал не ждать все время помощи со стороны, а самому развивать экономику. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Гулькеевский район.